Привет, я в центре Нью-Йорка. Сегодня 4 июля, День независимости. Мы решили провести эти праздники в столице мира, так сказать. Сейчас я нахожусь на площади, где находится Метрополитен Опера. Я сейчас покажу, как здесь красиво. В принципе, снимать не успеваю, потому что я здесь с друзьями, стараюсь сделать много фото. И меня пасут, чтобы я не потерялась и не отстала. Мы выехали в 5 утра, ехали, добирались 3,5 часа. Нужно сказать, что дорога была очень красивая, очень много мостов. Это длинный что-то? А над нами что? Вода. Над нами вода? Вода. Это что, мы под водой? Вода. Ага. Это уже Нью-Йорк, да? Вода. Ну да, наверное, я так думаю, что да. Мы уже в Нью-Йорке или еще нет? Илья, это еще призрак. Еще нет? Нью-Джерси. Это Нью-Джерси. Это Нью-Джерси? Велком ту Нью-Йорк. Велком ту Нью-Йорк. Велком ту Нью-Йорк. Сейчас налево поворачивай? Нет, нет, нет. А, Нью-Йорк, следишь? Ну, поскольку это обстоятельство. То есть мы уже подъезжаем, да? Ну, пока в пригороде. Это пригород Нью-Йорка, да? Двухэтажный мост и... Что это? Вон там статуя свободы стоит. А это залив, да? Где статуя, ребята? Статуя слева или справа? Как красиво. Статуя слева, да? Света, вот там статуя свободы должна быть с левой стороны. Ну, мы же там побываем. Обалдеть, как красиво. Я не вижу, я не вижу. Мы уже приехали, да? Это еще не Нью-Йорк? Света, мы едем в русский район. Ну, это Нью-Йорк? Ой, как красиво, боже мой. Ой, как красиво. А потом мы оттуда попадем сюда. А статуя где? С какой стороны? С статуей. Вон там статуя. Вон, рука вверх торчит, синяя. Под мостом над вторым. А, вижу, далеко там. Мы остановились на Брайтон-Бич. Была проблема с парковкой. Нужно сказать, что Брайтон-Бич меня не впечатлил. Мне показалось очень грязно. К тому же поезда ездят буквально над головой. Капает мазут. Вообще не представляю, как там можно ходить. Например, в красивой, светлой одежде. Нас сопровождает друг, который прожил в Нью-Йорке 5 лет. И сказал, что ему там тоже не понравилось жить. Брайтон-Бич – это, в общем-то, русский район. Мы припарковали все-таки там машину. И 40 минут добирались на метро до Манхэттена. Мы решили пройтись от верхних улиц Манхэттена, от центрального парка. Таким образом, чтобы захватить и центральный парк, и основные достопримечательности Манхэттена. И спуститься, если повезет, к статуе свободы. Потому что мы приехали только на один день. Сейчас я нахожусь на площади Метрополитен-Опера. Я сейчас покажу, как здесь красиво. В принципе, снимать не успеваю, потому что я здесь с друзьями стараюсь сделать много фото. И меня пасут, чтобы я не потерялась и не отстала. Я сейчас буду просто показывать видео. Вот сейчас мы выходим на Бродвей. Это Бродвей. Вон смотровая лесенка такая оригинальная. Вообще здесь все, конечно, поражает. Я в Нью-Йорке первый раз. И когда я увидела эти огромные высокие дома, я просто стояла и смотрела с замиральняем в сердце. Где корабль? Да, это корабль. А что это такое? Это... Это музыкальная школа? Как оригинально. Это... Да? Это консерватория? Шикарно, конечно. Вот. Это здание оказывается здание консерватории. Какая-то известная. Может быть, даже здесь и музыкальная школа. К сожалению, я не успела прочитать, что здесь за надпись. Это Бродвей. И, опять же, я говорю, в Нью-Йорке я первый раз. Вот знаменитые желтые такси нью-йоркские. И мы идем дальше по Манхэттену. Вот двухэтажный прогулочный автобус. Такие есть в Вашингтоне. А вот офис телеканала ABC. Вот мне только что показали, друзья мои. Я иду улицами Нью-Йорка. Что это? Ага. Вот опять телекомпания. Ну, это, видимо, холдинг. Медиа холдинг. Хочу показать, какое огромное здание телекомпании ABC. Вот мы прошли, не знаю, метров 100-200, не знаю, я не ориентируюсь. И вот это все здание принадлежит этой телекомпании. Вот оно какое длинное. Вот я показываю, мы сейчас заходим в Центральный парк. Хочу сказать, что мы успели пройти площадь Колумба. Это очень интересное, красивое место. Я сделала фотографии. Увидела там гостиницу Трампа. Ну, конечно, это очень красивое здание. Вот улицы Манхэттена. Вот меня опять зовут. Света, Света. Со мной нянькается, как с ребенком, чтобы я не потерялась. Так, я в Центральном парке. Конечно, здесь сказка. Везде ездят кареты, велосипедисты, люди гуляют. Вот поехала карета. Велосипедисты. Там еще одна карета стоит. Я подойду к лошади. Меня там ждут все. Я не могу ее не отснять. Ой, какая красивая. Вот это Манхэттен и Центральный парк. Мы идем на полянку. Люди отдыхают. Сегодня выходной день. Очень красиво. Покажу втихаря. Там идет моя компания. Они меня постоянно пасут. Снимать невозможно нормально. Все время. Света, Света, не потеряйся. Центральный парк. Мы спустились в какую-то арку. И видим здесь шоу. Сейчас я посмотрю, что там еще. Очень хороший звук. Красивый голос. Черный исполнитель. Не знаю, кто это. Их тут несколько. Светной шарик раскроет между двух палок. Где? Вот ведро. Видишь на полу? Ага. Вот мне сказали, сейчас будет что-то интересное. Это Нью-Йорк. Нью-Йорк. Центральный парк. Браво. Как здесь красиво. Фонтан. Центральный парк. Сюда бросают копеечки. Вот, я вижу, там на лодках катается даже. Сюда бросают копеечки. Вот отсюда какой красивый вид. Ну, мы здесь не останавливаемся. Мы идем дальше. У нас еще длинный маршрут. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Парк Америки Парк Америка, Нью-Йорк. Выходной день, день независимости. Ну вот так ребята работают. Картинка «Мама, я гей». Конечно, в чувстве юмора американцам не откажешь. Это все еще центральный парк. И вот мне показали две утки, два лебедя и черепаха между ними. Очень красиво. И вот здесь вот такие дома огромные. И это парк. Вот мы вышли из центрального парка. Открывается вот такой вот сумасшедший вид на Манхэттен. Сейчас я нахожусь на 5-й авеню. Очень красивый вид. Мы только что вышли из центрального парка. Вот это 5-я авеню. Я совершенно ничего не вижу, потому что солнце слепит в глаза. С утра был дождь. Это самый центр Нью-Йорка. Вот так вот выглядят эти улицы. Где это мы, а? Арабский отель какой-то. Почему арабский? Какие-то иероглики, да. Может, Илья знает? А где это мы, а? Вера, не знаете? Это гостиница. Сейчас вот смотрят, ходят названия пытаются. Что это, Илья? Не знаешь? Здравствуйте. Мы пытаемся выяснить, что это за гостиница такая шикарная. Вот я вижу. Вера, что-то в небе, какие-то буквы. Ага, ага. И сегодня это праздник. Обалдеть. Сегодня день независимости. Какая красота. Да, да. Так, как оказалось, этот отель называется Palm Colt Plaza Hotel. И вон буквы в небе. Мы путешествуем дальше по Манхэттену. Я должна догонять своих друзей. Вот эти небоскрёбы. Когда первый раз увидела и просто не смогла держать впечатление, замерла на несколько минут, чтобы что-то прочувствовать. Это так впечатляет. В общем, на меня кричит мой муж, говорит, иди вперёд. Я ему объясняю, что я не потеряюсь. Да, вот сейчас мы отнимем тоже кое-что интересное. Посмотри, вот это. Это тоже Нью-Йорк. Обалденные, конечно, витрины, магазины. Вот это такая панорама. Шум в море. Вот небоскрёб, который даже невозможно отснять до конца. И вот такой вот красивый костёл старинный. Гуляем дальше. Это Рокпеллер-центр. Мы туда зайдём? Нет. Почему? Туда надо быть. Так, это Рокпеллер-центр. Вот мне сказали, там есть смотровая площадка, но у нас мало времени. Как мне сказали, это Рокпеллер-центр. Здесь где-то здание ООН, но я хочу убедиться, потому что у нас непрофессиональный экскурсовод. Я сейчас подойду, просто посмотрю, что это такое. Да, Рокпеллер-плаза. Ну и много флагов. ООН, NBC News. Так, я пытаюсь найти, где мой муж и где мои друзья. Все уже устали и начинают нервничать. Вот ещё одна из улиц Нью-Йорка. Здесь вся улица, сплошные магазины ювелирных изделий. Очень много пустых прилавков, всё это убирается. Вот только там единственное, я вижу, продавцов. Ну вот, это всё-всё ювелирные изделия. Мы сейчас идём на Таймский склад, мне сказали. Я продолжаю снимать. Вот, Диамант Центр. Вот, это смотровая площадка. Мы забрались. Здесь такая лестница. Здесь такая лестница. Продолжение следует...